Добрый вечер. Итак, сегодня заключительная часть нашего семинара. Мы откликнулись на ваши просьбы, записки, особым образом. Потому что по запискам можно видеть, что многих из вас, из нас, многих отчаянное положение в жизни, то есть как стать счастливым, как достичь хороших перемен в жизни, в семье, как быть с детьми, как с мужем, как с женой, как вернуть свои девятьсотых процентов и так далее. Как же все-таки выйти из этого трудного положения, которое создается в нашей жизни, в этом водовороте событий. Поэтому я должен пару слов сказать о законах кармы. Потом я покажу нашу тему уже на экране при помощи слайдов и музыки. Итак, все, что мы спрашиваем, как изменить относятся к теме судьбы. Существует такое понятие судьба. Или законы судьбы, законы кармы, деятельности. Я вам показывал, как протекает реинкарнация на сцене? Нет? Я же на сцене, я сейчас покажу, как это делать. Не бойтесь, я не буду здесь умирать и рождаться заново. Я просто покажу механизм реинкарнации. Что такое реинкарнация, вот эти тонкости, как они работают. Это сложный механизм, но понять его просто. То есть у меня есть сейчас в жизни какая-то опора. То есть это вот мое рождение. Я явился в определенное время, в определенном месте. Такие знаки зодиака подтвердили мои качества пожизненные. Вот есть такая врожденная природа у меня своя. Я мужчина. Это не изменится, похоже, уже в течение этой жизни. У меня такая национальность, похоже, тоже это не как нижний. Вот внешность такая у меня будет. Фотографию склею в паспорт и на всю жизнь, или два раза меняю. Ну, это уже зафиксированная, как бы, факт. Значит, это может сравнить с тем, что я шагнул, наступил, создал опору. Вот это шаг я сделал. Вот я сейчас зафиксирован, нахожусь в этом положении. Ну и вторая нога. Это моя деятельность, карма. То, что она работа, деятельность. Мы не прекращаем ни на секунду. Ум, речь, поступки работают круглосуточно. То есть, это такой непрерывный, постоянный труд я совершаю. При этом я думаю, что я, ну, зарабатываю деньги, или учусь, или строю отношения какие-то. Я так понимаю свою деятельность. Но, как это понимают законы кармы, законы судьбы? Как это выглядит с точки зрения законов Вселенной? Это выглядит вот так. Вот это опора. А моя деятельность, карма, это шаг вперед в мою будущую жизнь. Я создаю всю будущую жизнь в этой жизни. Вот как интересно. То есть, из семени вырастает дерево. Из дерева вызревают новые семена. И так происходит постоянно. Вот это принцип реинкарнации. Что посеешь, то пожнешь. Какого качества была деятельность, значит, такого качества получаю соответствующее в будущем рождение. Вы же видите, что рождаются все люди разные. Это кажется чем-то не очень справедливым в законах мира. Почему один рождается от рождения больной, а другой здоровый? Ну, это кажется, как это ошибка творения. Или кто-то рождается уже в богатой семье, а кто-то в бедной. Неравноправие, посмотрите, с самого начала, с самого рождения. Один мой хороший друг, который ушел из жизни, он родился больным от рождения. То есть, он не мог никогда вставать на ноги и ходить. И он не мог понять, почему это произошло с ним, за что. Ему объясняли родители, врачи. Ну, таковы вот сочетания генов, хромосомов, хромосомов неудачные были, поэтому ты вот таким родился. Говорит, я понимаю, что хромосомы, гены, но почему со мной это произошло? Это никто не мог ему ответить. И вот ведические книги отвечают на это, что мы должны быть внимательны к своим поступкам. Есть три вида кармы. Ну, может быть, конечно, больше гораздо, но три основных мы отметим сегодня. Карма, Ви-карма и А-карма. Вот в Бхагавадвите рекомендуется разобраться в этих трех вещах, будет достаточно. Мы сможем понять принцип деятельности и пользоваться им. То есть, механизм сложный. Диагностировать карму не рекомендуется в ведах, потому что запутаетесь, придете в тупик. А смыслить его вряд ли возможно, потому что деятельность совершается хорошая, плохая, смешанная, каждую секунду. И, то есть, механизм крайне сложный в сочетаниях. Но принцип простой. Карма – это благочестивая деятельность. То есть, какие-то благочестивые поступки, установленные законами Бога, природы, человека. То есть, не убивай, не кради, не лги. Вот эти вот, что мы в Писаниях читаем. Это ограничение в благости называется. Это просто принципы добра, так описывается. Вот будь вот таким добрым ко всем. А это означает, не убывай, не кради, не лги и все остальное. Это не религия, это просто принципы благости в человеческой жизни. Вот и все. Это еще не религиозный принцип. И если мы следуем этим принципам добра, то и результат у нас получается прекрасный. Наш ум становится позитивным. У нас становится множество друзей вокруг, доброжелателей. Мы имеем поддержку в обществе, хорошую репутацию. Постепенно мы развьем все таланты, разум, знания. То есть, мы идем как бы вверх по этой лестнице способностей. Это результаты хорошей кармы. Родиться можно очень красивым, в хорошей семье престижной, уже с хорошим богатством, разумным очень, быстро я могу закончить высшее образование. Все идет мне навстречу. Это значит, хорошая карма. Так она проявляется. И наоборот, есть ви-карма. Когда человек не считается законами общества или законами Бога, он считается только со своими желаниями, прихотием. Он нарушает эти законы. Ви-карма значит греховная деятельность. Результат ее такой, что человек сковывает, становится замкнутым, двойственным, лицемерным, подлым постепенно. То есть скатывается в самый низ сознания. И с ним уже не хотят отношения иметь какие-то порядочные люди. К передаче знания не приспособлен. Мысли об абсолютной жизни его никогда не посещают. Глубоко задумываться не решается никогда. Вычислить поверхностные вещи, такие как развлечения, зрелища какие-то, чувственные наслаждения. Вот такая вот жизнь. Можно двигами смотреть, показывать себя, вступать в какие-то такие легкие отношения, часто менять партнеров, рождение в плохой семье, плохой разум. Может быть, плохая внешность, болезни. Плохой разум. Очень трудно заработать деньги. Я читал одну статью в газете когда-то под названием Джон Кеннеди. Знаете, да? Джон Кеннеди. Один из президентов США. Такой видный, талантливый деятель. Джон Кеннеди ныне в этой статье написано. Вождь племени там какого-то мумба-юмба в Южной Америке. То есть, американцы давно уже верят в реинкарнацию и как бы пользуются этим уже и в культуре, и в публицистике, как бы, ну, просто пользуются этим. Я читаю статью, что же о чем речь идет. О реинкарнации Джона Кеннеди. Какой-то журналист попал в это племя в Южной Амазонке, где вождь племени представился ему. Я, Джон Кеннеди. Ну, он, конечно, пошутил с ним немножко так, пожурил его, как приятно встретиться. Не стал этого отвергать. Ну, люди всякие попадаются, не так ли? Человек заметил, что он иронически воспринимает его утверждение. И описал подробно план Белого дома и некоторые подробности из семейной жизни Джона Кеннеди, которая знала только его семья. Поэтому тот не на шутку синтересовался. И написал статью, что Джон Кеннеди, похоже, у нас сейчас вождь племени в Южной Америке. Как некоторые святые говорят, сегодня мы с вами ученые, а завтра мы можем родиться кошкой. Сегодня мы очень преданы партии и правительству, а завтра мы можем родиться собакой, быть очень преданным своему хозяину. Сегодня мы накапливаем деньги, мышцы, сарайчики, ключики, замочки, сейфы, решеточки, а завтра мы можем стать крысой, которая тоже накапливает все в своих. Они тоже очень разумные. Кстати, между крысой и человеком генетически разницы почти нет. Они, конечно, не похожи внешне, но внутренне, оказывается, очень похожи. В Ведах написано, что крысы – это неудачливый домохозяин прошлой жизни. Например, кто-то проклинает капиталистов, будучи коммунистом. И он постоянно об этом думает, не так ли? Скажите, где он родится в следующей жизни? В капиталистическом обществе. Он постоянно думал об этом. А капиталисты ненавидят коммунистов. Кем они родятся? Коммунистами. В коммунистическом. Вот смотрите, наше общество, бывшее коммунистическим, стало многонаренно капиталистическим. Почему так? Новое поколение пришло совсем другим уже, видите, другим. Они родились с других мест откуда. В этой жизни могу заработать большой капитал, счет в банке, иметь высокое образование. Но в одну секунду – раз! И этого нет в момент смерти. Я рождаю в другой семье, опять учу. А, Б, В, Г, опять все заново. И я не могу потом пойти и сказать, слушайте, это мои деньги в банке, я заработал их в прошлой жизни. Верните их мне, пожалуйста. Все отрезано. Мне это не принадлежит, на самом деле. То есть, Викарма означает, что мое будущее мрачно будет. Есть смешная карма. Плохая и хорошая вместе, поскольку поступки у нас разные бывают. И хорошее у нас есть, и плохое у нас есть. И мы делаем и то, и другое, и потом смешивается карма. Что это означает? Рождается красивый человек, но глупый. Называют пение с глазами, ничего не понимает. Но красивый, привлекательный внешность у него. Вот смешанная карма, например. Или талантливый, разумный, но больной. Вот такие вот вещи происходят. Смешанная карма. Есть третье понятие – а-карма. То, что нас всех, пожалуй, интересует здесь в зале, вот этот вопрос вокруг этого крутится. Как же изменить, как же улучшить свое существование, которое уже определено прошлым? Называется а-карма. А-частичка означает «нет кармы». То есть она очищает сознание человека от той и другой кармы, от предопределения. То есть освобождает, свободу дает. Но это преимущество получают лишь только те, кто не злоупотребят этой свободой. Бодливая коровь у бахрага не дает. Вот что-то интересное. То есть в духовной жизни допустятся не все люди. Большинство людей будут это с яростью отрицать. Как бы саму ее суть. Они будут больше отставить свои какие-то желания, взгляды. Поэтому к процессу а-карма допускаются люди уже подготовленные, которые имеют к этому желание и стремление. А-карма – это освобождение. Шелкопряд, знаете, вот он плетет к окону. И там же внутри остается потом. Все. Сам себя, видите, опутывает, сковывает. Вот это называется угро-карма. Я работаю, 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 работаю. Вся страна работает, работает, а потом есть нечего никому. Как так получилось? Работали в субботники, в воскресники. Работали бесплатно за полцены. И пришли к тому, что есть нечего. И жить негде никому. В плохих условиях. Это угро-карма. То есть деятельность направлена в неверном направлении. Много сил, скажем, среди техника, комбайны, трактора. Но в случае засухи никто же не будет есть все эти болты и гайки. Правда? Мы же зависим-то, оказывается, от природы, а не от своего научного прогресса. Это значит, что карма направлена в ложном направлении, деятельность. И результат тоже вот такой вот странный. Когда космонавты советские вышли на орбиту впервые, они увидели странную интересную вещь, отметили. Что Советский Союз можно видеть ночью на ночной части планеты, Советский Союз, можно видеть без границ, потому что он весь светится по границам, весь четко, весь, весь, весь. Ночью работает Советский Союз. Все страны спят, их не видно. А Советский Союз его видно, прям как по карте, знаете, чертания. Что он работает и днем, и ночью. Самая работающая страна была. И в итоге оказалась одна из самых нищих стран. Это вот значит, неправильно направленная деятельность. То есть, или бесполезная, или вот такая, неосознанная деятельность. А карма означает духовная деятельность, которая не приносит ни плохих, ни хороших результатов, а приносит очищение сознанию. И вот сегодня мы поговорим, что такое карма. Это деятельность бескорыстная. Махабхарда дает пример. Если вы совершили деятельность какую-то, вы должны получить плод по закону кармы. Обязательно результат придет к вам. А вы берете этот результат и жертвуете его. Тогда что же вы получаете? По закону вселенной вы должны что-то получить все равно. Плод должен быть. А вы отказываетесь от плода. Что же получаете? Разум. О, как неожиданно, видите? То есть, материальным жертвуете, разум приобретаете. Приобретенный разум означает, что деньги уже не нужны. Есть разум. Если есть разум, деньги не нужны. Они придут к разумному человеку. Если вы продолжаете это делать, приходит разум плюс счастье. Счастье – это магнит для денег. Если вы счастливы, деньги придут сами. Прибегут просто. Не то, что денег нет. Денег полны, полно вокруг. Правда же? И в море, тут, знаете, так много денег в городе, просто в моем кармане их мало. А так-то их много. Почему они не приходят в карман? Вот что-то меня интересует. Что нужно сделать, чтобы они приходили в карман? Как однажды мы были в Индии. И Индия – такая страна, где много людей нищих, они в виде западного человека сразу прибегут просить деньги. Как дети. И они, причем, владают таким могуществом, что очень трудно отказать. Они очень смиренные. Они подходят близко, прямо к вам. Очень смиренно просят деньги. Он так вот голову склонит, прямо на вас идут. Вот так вот, понимаете? Вот прямо вплотную, вплотную, вплотную. И вот можете его оттолкнуть, он еще ниже встанет. Можете ударить, он еще ниже, не отойдет. Он не будет отвечать, он очень смиренно это делает. И в конце концов вы достаете и просто так вот бросаете и уходите. То есть они побеждают своим смирением. В одном святом месте мы пошли в паломничество. И к нам стали приставать местные садху. Но садху – это люди уже святые такого типа. Уже пожилые, они в отречении, отшельники. Они тоже видели, и пожертвования требуют. Давай пожертвования, мы тут служим. Давай деньги, деньги. Ну, западные люди, деньги есть в них, значит. А мы не любим так вот, когда требуют давать деньги. Правда же? Мы же русские. Сам понимаете. У нас тоже есть характер свой. И мы от них убегаем просто. От садху. Мы не можем их оскорблять, не можем их толкать. Мы просто, они старенькие, мы разворачиваемся и бегом от них. И они догоняют, не могут догнать, кричат деньги, деньги, деньги. Ну, так это в юмор превращается, конечно. Нет в этом зла никакого. Ну, просто мы показываем, что им не нравится такое отношение к нам. Деньги, деньги, деньги. Что такое? Идем мы дальше, сидит в садху. Это у холма Гавардхан священное место. Считается, что это самое священное место во вселенной. Веда говорит. И он сидит там и совершает пуджу. Такая любовь от него есть. Он поет песни, он начинает, он предлагает этому Гавардхану там сахарные леденцы, там цветы, благовония. Вот есть такие специальные вещи, ритуалы. Что выразить любовь, вот предлагают такие хорошие, благостные ингредиенты. И когда он увидел нас, он просто обрадовался, он просиял. Он был такой счастливый. Он нас стал раздавать этот сахар, эти леденцы, эти цветы, это просады, это все духовное, берите все, прогрессируйте, видите, откуда вы приехали, расскажите об этом людям, чтобы счастливые благословения и на него деньги просто посыпались. Я даже сам не заметил, как я полез в карманы, все, что там было, выговорил, просто вот вытришь ему на голову. То есть у него такая была любовь, безусловно, что мы даже не заметили, как спонтанно ответили тем же самым, но поспорили. Мы просто осыпали деньгами. А он даже не смотрел на все это. На всяком настроении. То есть здесь мы встречаемся с таким пониманием, как пхава. Пхава. Пхава – это настроение, это предварительная стадия любви. Сейчас я объясню, что такое пхава. Мы где-то родились, верно? И мы это место никогда не забудем. Когда мы приезжаем в место своего рождения, что мы чувствуем? Это пхава. Это всегда с нами. Пхава – значит так же рождение. Вот у души тоже есть пхава. Как у тела есть пхава, это память, это мои истоки, мои колыбель. И у души тоже есть вот это пхава. Это называется возрождение этого настроения А-карма. Вы же понимаете, кто вы на самом деле. Постепенно. Поэтому сегодня мы поговорим о трех аспектах абсолютной истины, потому что просто уже одной этой темы достаточно, чтобы очищаться от кармы. Если просто слушать об этом, думать об этом. Уже вы увидите, как будет очищение проходить, как мы почувствуем легкость, очищение сознания. То есть тема очень возвышенная. Три аспекта абсолютной истины. Это решение всех наших проблем. По-другому карму не изменить. Если вы жалуетесь просто на жену, или на мужа, или на детей, или на обстоятельства, это просто судьба, мы это не обсуждаем. Это произойдет неименуемо. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. А судьбы не убережешь. В этом смысле говорят неизбежность. Все, так и будет. Поэтому здесь жаловаться не немножко. А что же предпринять? Я расскажу одну историю. Историю с Боговатой Пураной. Этому писанию 5000 лет. Жил один царь некогда. Этот царь был святым. И такие святые цари, они живут ради того, чтобы давать пример также подданным. Чтобы дать направление жизни, нужно жить самому в этом направлении. Это называется Раджа Риша, святой царь. Если вы хотите, чтобы люди были честные, дайте пример. Если вы хотите, чтобы люди были ответственные, дайте пример. Героичными, дайте пример. Итак, вот этот лидер общества, яд, яд, ачара, те, шрешта, чтобы не делал великий человек, все остальные последуют за ним. Примеру. Не слову, а примеру. Говорить может разные вещи, но будет делать то, что он сам делает. Итак, этот царь, чтобы подать пример, обществу сам лично по ночам старожил коров. Вы скажете, ну как ответить, не очень воздушно, все как пастух, что ли. Но на самом деле, от коров зависит вся экономика страны. Я, может быть, потом, как-нибудь следует вопрос специально, отдельно, но пока скажу коротко об этом. Вся экономика страны и состояние Земли зависит от состояния коров и качества пищи тоже. И более того, качество человеческий тоже зависит от отношения с коровами и от их молока. Поэтому корова считается, в ведах, одна из семи матерей. Семь матерей. Корова одна из семи матерей, как мать-земля, мать-корова, собственная мать, мать-няня, мать-кормилица, жена-царя, жена-священника. Вот такие причисляются, семь матерей, неприкосновенные. Если человек вредит какой-то из семи матерей, он теряет человеческий облик. Так утверждается. Они под защитой общества. Смотрите, мы с вами зависим от состояния коров. Наше благоденствие. И поэтому царь лично брал оружие и по ночам регулярно сторожил коров. Вот однажды ночью тигр пришел. Царь, он слышал хорошо, в темноте, но слух мог сражаться. Это по звуку. Он понял, что подошел тигр, он идет к коровнику. Вот он уже сейчас должен прыгнуть на корову. Вот он уже прыгает на корову. Он слышит рык, крик коровы, взмах мечом. И что же? Ошибка в темноте. Отсек лишь ухо тигру, а убил корову. Ошибка. На рассвете он уже окончательно понял, что он совершил непростительный грех. То есть для царя это уже грех непростительный. Обычный человек может ошибаться, а лидер общества не должен ошибаться на таком уровне. И если он даже завел в ошибку, остальные будут делать то же самое. То есть если даже это царь делает, то почему я не могу это сделать? Если он ошибся, почему я не могу ошибиться? Правда же? Поэтому пришел его гуру Васишка Браман и увидев это, Синихопсачев сказал, налагаю проклятие, чтобы никто этому не подражал. Сто жизней вперед будешь рождаться нестороженным шудрой в нищете без разума. Не выберешь сто жизней из этого состояния. Во все услышание заявил. Народ издрогнул такое страшное проклятие. Чем заканчивается история? Мы же говорим о карме. Вот такая карма. Но что посеешь, то пожнешь. Неотвратимо. Что сделал царь очень интересно. Был очень разумный человек. Святой чарь. Он передал царство наследнику, снял царские одежды, ушел в лес в отчерничество, стал заниматься чисто духовной практикой полностью учился, погрузился в медитацию и ушел обратно к Богу. Вот и все. Никаких сто жизней, никакой кармы. Все, никаких проблем. Никакой больше реинкарнации. Амнистия называется. Слышали такое? То есть по сроку осуждения мы должны пожизненно. Но на самом деле закон, он имеет некоторые как бы мягкие такие смягчающие обстоятельства. Через каждые 20 лет или даже 10 лет сейчас, пожизненных заключенных опрашивают, тестируют. И если сознание их меняется, они могут смягчить наказание, могут даже освободить. Называется закон милости. Вот давайте воспользуемся этим законом. Называется о карма. По закону милости по-другому. По закону войны как? Око за око, зуб за зуб. Правда же? Это закон войны. Справедливый. А какой закон мира? Ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Это мир. Это закон мира. То есть можно простить. Этот закон прощения считается наивысшим освобождающим закон. Вот к этому уровню вселенной энергии мы начинаем обращаться. Называется духовная жизнь, духовная практика. Иногда это называют по-христиански покаянием и так далее. Но важно, что мы имеем ввиду очищение, признание своего несовершенства и возвышение ума. Медитация. То есть медитация происходит одновременно. Сгорает карма. Чем выше ум, тем больше сгорает карма. Чем больше трансцендентного знания, тем больше сгорает карма. Освобождение наступает. На самом деле в семье это необходимо. Семья устроена для очищения. И в каждой семье должны быть священные писания, которые изучаются всей семьей. Доступные для нашей традиции, может быть, понимания тоже вопрос личный. Какие священные писания читать или изучать, но главное, мыслить высоко научить. Не обучить этому своих детей. Это главное наследство, которое можем оставить. Деньги это не главное наследство. Деньги в сочетании с пороками развращают живых существ. В сочетании с пороками это очень опасно. Поэтому сначала дают высокий чистый ум, потом оставляют также материальное наследство. итак, мы попробуем запустить нашу машину. хорошо видно. Три аспекта. Абсолютная истина. Три. Единная истина. Она единая, но постигается в трех аспектах. Сейчас все будет понятно. Аспект это не объект. Как, например, солнце это объект. А солнечный свет это его аспект. Вот так, такой пример. Объект имеет четыре характеристики. Имя. Форму. Качество и функции. Если какого-то характеристики нет, это уже аспект, не объект. Вот мы обсудим сейчас аспекты одного объекта. Объект один абсолютно есть, но в трех аспектах постигается. Как, например, мы можем издалека видеть гору. Мы можем даже не видеть, что это гора, лишь какое-то неясное туманное очертание. Это очень далекое расстояние. Это аспект горы мы видим, не гору. Подойдя ближе, увидим форму. Форма горы это другой аспект. Но если мы разберемся на саму гору, это уже объект. Вот она три единая истина получается. Одна и та же, но в зависимости от расстояния воспринимается по-разному. И начнем издалека. Три аспекта абсолютной истины. И первый аспект, мы постигаем это через медитацию сейчас. Аспект первый – безличный браман. Вот сравнение сияющий солнечный свет, который скрывает объект. Он впереди. Безличный браман означает некая безличная энергия, всепронизывающая, безграничная, всеподдерживающая сила. Она освобождает от страсти человеческой и животного невежества. Вот от низших качеств природа освобождает. Если мы сосредоточим ум на едином аспекте абсолютной истины, на единстве всех живых существ, на их изначальной духовной природе, мы освободимся от низших ум природы, как страсти и невежества. И затем нужно начинать сосредотачиваться на бесконечности, пространстве и времени. Представьте, пожалуйста, сейчас. Бесконечное пространство и безграничное время. Интересно идет о том же самом аспекте, который проявлен вот в нашем измерении. Безграничное пространство и безграничное время. Итак, достигаем ослепительное сение Брамана и полное растворение в сознании, в сознании в вечности. Это то, что можем простить в Брамане. Я тоже Браман. Я тоже вечный. Махам Браман Сми. Я есть Браман. И растворение в этой сияющей бесконечной природе существования. Энергия сад называется. То, что мы с вами называем существование. Все существует. Все основано на Брамане, на энергии существования. Что достигается при философском поиске абсолютных истин. Глубоком сведоточении на философских истинах. От вечности нужно пойти вглубь себя. Так вы уже ощутили присутствие Брамана, я надеюсь. Вы приняли, что я уже тоже вечный. Я часть этого Брамана. Вглубь себя через память, знание и забвение. То есть что-то для этого нужно забыть. Сейчас нужно забыть свои убеждения на несколько минут. Во что верите, во что не верите. Опыт материального существования нужно сейчас забыть. Все оставить. Все. Все это не является Браманом. Это не Браман. И это не Браман. И это не Браман. Вот так сейчас мыслите. И эти мысли тоже не Браман. И то, что я вижу, тоже не Браман. Метод отрицания помогает нам очиститься от этих внешних обозначений. Что-то нужно помнить. Помнить, что я Браман. Я Браман. Я вечный. Душа никогда не умирает. Вот таким образом можно углубиться вглубь себя. Начинается медитация. И достигается аспект параматмы. При помощи такого углубленного мышления осознается сверхдуша в сердце. Вот здесь изображение йога. Аштанга-йога перед вами. Это восьмистепенчатая йога. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Тхарана, Тьяна и Самадхи. Здесь нарисован уже уровень Самадхи. Сверхдуша в сердце проявляется. Можно увидеть ее. Параматма, то есть высшая сверхдуша. Атма — это душа. Находится в сердце каждого живого существа. Размером у человека вот такого. Выкиньте ладонь примерно 20 сантиметров в области сердца. Вот здесь располагается параматма. Можно это обнаружить при помощи глубокой медитации. из глубины тебя. И вслед за этим, когда вы достигаете понимания параматмы, сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, как поддерживающие разнообразие мира. То есть почему материя находится в разных состояниях. Разные состояния материи. То есть смотрите. Разнообразие мы видим. Хотя Браман один, энергия одна. Состояния энергии безгранично разные. То есть поддерживающий источник этого разнообразия. Параматма. Вот есть земля, элемент земли. Есть вода. Стихия воды. Стихия огня, свет. Есть стихия воздуха. Есть стихия пространства эфира. Есть природные комбинации. Видите, что за это происходит? Сколько все разнообразно будет земля. Откуда источник этого разнообразия? Как поддерживать это разнообразие? Интересно открытие ученых, биологов, генетиков. Одно из последних. Что наши, как бы, ДНК, да, они следуют ДНК, поддерживаются космической энергией и структурой. Какие-то особые микроизлучения из космоса, которые поддерживают их в этом состоянии именно. Вот возьмите ДНК морковки и ДНК капусты. И следуйте, если вы генетик, вы увидите, что разницы практически никакой нет. Они практически идентичны. Только в одном месте, может быть, добавляется линхозик углеврода у морковки, но капуста, она отсутствует. И уже эта капуста, не морковка. Как тонко устроена, смотрите, эта внутренняя структура молекулярная. Как же она поддерживается? Никаких ошибок. Никогда из морковки капусту не вырезкидь, не так ли? Как точно все поддерживается? Это называется сверхсознание. Вселенское сверхсознание, вселенский разум. Который устанавливает каждый атом точно на свое место. И мы видим их комбинации. Видите, цветы, вода, земля, воздух. Все упорядочено, все взаимодействует. Вот это приходит от сознания параматмы в действии. Так получаем знания о свойствах мира. Видим гармонию везде и во всем. Их покои, которые мы сейчас видим на изображении. Их проявление разрушительной силы, от которой захватывает дух. Вот такие явления тоже могут быть. Потрясающе своим могуществом, силой, природным явлением. Но все гармонично. Сознание красоты, гармонии, энергии Бога во всех проявлениях. Значит, вы достигли аспектов параматмы. Когда понимаете вот эту гармонию вселенной. Теперь третий аспект. Бхагаван. Мы идем еще ближе. Это осознание наивысшего могущества всех привлекающих личностей. То есть в итоге вы приходите к личности, к живому существу. Как сегодня на радио мы говорили, следующее об этом. Она спросила меня в паузе, кто такой Бог. Сказали, что Бог это живое существо. Существо, всегда помните об этом. И она была очень изумлена этим определением, что Бог это живое существо. А что же мы думаем, что он мертвое существо? Он источник жизни. Как он может быть мертвым? Это личность. Таким образом, мы приходим уже к объекту. Видите, через два аспекта мы приходим к третьему. К объекту. Бхагаван называется. Бхаг, санскритское слово, означает обладатель чего. И чем же он обладает? Шесть достояний. Ему присуща безграничная красота. Безграничная красота. Как на этой картине. Сила. Вот что он может творить. Он может разрушиться всю Вселенную и создать все заново. Знание. Безграничное знание. Мы сейчас пользуемся ведами. Это знание оттуда. Сверхчеловеческое. Слава. Отречение. За него есть столько миров, и при этом он не привязан к этому творению. И богатство. Вселенские богатства. Которые предназначены для счастья и расы чистого обмена любовью с Верховной Личностью. То есть для чего мы имеем все эти достояния, природы, богатства? Я договорился. Для того, чтобы иметь взаимоотношение с Богом. Это способ наладить с ним отношения. Давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать пищу, делиться сокровенными вещами, слушать и говорить. Это шесть видов любовного обмена, которые превращают даже врагов в друзей. Еще раз. Давать дары, принимать дары. Если вам дают дар с любовью, нельзя отказываться. Это оскорбление. Если вы даете дар без любви, это вы совершаете оскорбление. То есть это проводники любви, этот процесс. Давать дары, принимать дары. Очень важно чувство, с которым это происходит. В другом моменте предлагать чистую, освещенную пищу. Готовить специально, освещать пищу, чтобы угощать других людей. Это любовный обмен. С любовью готовить пищу. Пища, она фиксирует карму нашему, настроение, когда мы готовим на огне. Таким образом мы даем эту любовь через пищу. И также принимать эту пищу с благодарностью, если мы получаем это от кого-то с любовью. И третий момент очень важный. Говорить о сокровенном, раскрывать свое сердце и ум. И выслушивать с доверием. Это шесть видов любовного обмена. Это необходимо практиковать в семье и за пределами семьи постепенно. В семье одна пища, одна цель жизни, один язык должен быть. Это связующая, скрипяющая семью. И пища играет в одну из самых важных моментов в нашей жизни. Потому что едим мы постоянно, каждый день. Это обмен. Поэтому, дорогие женщины и мужчины, в семье, не ленитесь готовить. Не посещайте часто кафе, столовую, где готовится без любви. Это собак только кормит таким образом. Не для человека атмосфера, где мы едим в ресторанах и прочее. Мы едим с любовью. Поэтому нам очень запомнились блины, которые бабушка печет. Не так ли? Или самое вкусное, что готовит мама именно. В нашей любовью готовится. Но пища еще освещается. И так все эти стихи, природное разнообразие, красота, все эти достояния предназначены для обмена любовью с Богом. И вот какая же любовь бывает с Богом? Пять рас, пять вкусов любви. Раса – это вкус. Это то слово «Россия» мы слышим. Это вкус божественной любви, раса. Раса нейтралитета – пассивная любовь. Видите, здесь вот стоит Кришна, все это рядом, корова. Это пассивная любовь. Или дерево стоит рядом. Это пассивная, нейтралитет, пассивная любовь. То есть я в вашем распоряжении. Но я не активен. Но все, что вы хотите, вы можете пользоваться своими услугами. Когда вам необходимо, всегда пользуйтесь. В любое время. Это состояние достигает, когда осознает свою таждественность духовную. Вот видите, нейтралитет какой. Какая любовь между, скажем, животным и человеком? Это нейтралитет называется пассивная раса. Это значит мир. Мы устанавливаем мир в обществе. Пока мы с ним достигли нейтралитета, война еще не кончилась у нас на планете. Мы не осознали еще этот уровень Брамана. Единство всего живого. Вот видите, разные виды жизни могут жить в мире благодаря пассивной любви. Они разные. Но пассивная любовь означает просто уважение, доброта ко всем. Вот так, просто глаза закрываете, чтобы никого не видеть. И говорите, всем желаю добра. Потому что только кого-то увидите, уже кому-то не пожелаете добра, правда же? Нужно закрыть глаза для этого. Вот такое нейтральное настроение. Раса служения. Активная любовь. Здесь уже другое настроение. Эта раса означает благоговение перед своим идеалом. Видите, как эта картинка. Из идеала вы восхищаетесь, вы величием. Вы хотите что-то делать для него, исполнять его желания. Вы спрашиваете, чем могу служить. Но здесь отражается, как начальство на работе, подчиненные. Тоже раса служения есть. Но она немножко здесь возвращена. Не из любви мы служим, а из владея не видит Божий человек. Дружеская раса. Равноправная любовь. То есть по мере духовного развития, любовь передает смелость живому существу. И он уже больше не чувствует такого благоговения или страха перед Богом. Он чувствует, что он может общаться на равных. Любовь дает такое право приближаться вот таким образом к Богу. И называется дружеская раса. Видите, в обнимку можно бегать с ними. Как с другом. И он отвечает тем же, говорит. Он подчиняется любви. Больше ничему не подчиняется Богу. Ему нельзя победить больше ничем. Купить деньгами его невозможно, конечно же. Никакими благочестными делами его невозможно удовлетворить. Но любовь он принимает. Даже незначительный дар, цветокость, претворительность любовью, он принято. Но горы золота без любви, они ему не нужны. Он не нуждается ни в чем. Ни в чем и достаточно. Мы вместе. Видите, вот оно. Здесь тоже раз отражается. В нашем мире мы дружим. Сценим дружбу. Видите, равенство и братство. Чувствую, что-то дружба такая. Везде она пронизывает все виды жизни. Примет хоть какое-то сознание более-менее развитое. Они тоже любят дружить, ведь компания учебная. Родительская раса. Еще более смелая позиция. Покровительственная любовь. То есть вы можете начать заботиться о Боге. Можете представить такое положение? Можете думать, что вот если я его не накормлю, он голодный останется. Так родители думают. Правда же? Вот я уже взрослый человек. Правда же? Но если к матери приедет, начинает заботиться во мне. На улицу пошел. Но подожди она подходит ко мне, брюки поднимается, что-то у меня носки теплые. Нет? Говорю, мама, я же не ребенок уже. Мне уже 50 лет лишних. Она говорит, ты для меня всегда станешь ребенком. Это раса, вкус отношений. Остается всегда. И с Богом также есть вот этот вкус отношений. Когда живой сын, кто хочет любить его покровительственной любовью, заботиться о нем, исполнять его желания заблаговременно. Видите, мама еще додержит его на руках. И думает, что это ее сын. И иногда она видит, что это не сын. Нужно проявлять нечто удивительное, потрясающее. Открыв рот, однажды она увидела у него во рту всей вселенной. И сказала, боже мой, я скажу, с ума. Надо помолиться Богу, что все это прошло. Вот такие отношения. Здесь тоже отражается эта рация. Мы так думаем, что их дети осмотрят неотемлемая часть кадра раствор существует. Раствор душ тоже существует. Любовь, поддерживающая жизнь при любых обстоятельствах. В самых суровых условиях выживает живую судьбу благодаря родительской заботе. Здесь вот фотография тюленя. А есть еще пингвины. Пингвин вынашивает яйцо, не пингвиниха. А он откладывает яйцо на лапы, а само уходит в море набирать весы для молока. И пингвин, он больше месяца носит яйцо на лапах, потому что он их закрывает животом, жирным брюхом. Иначе яйцо коснется снегом, он замерзнет, мгновенно промерзнет. И вот он несколько месяцев ходит вот таким вот образом. Они сбиваются с кучей. И при очень сильном морозе они принимают такие суровые аскезы, чтобы выносить потомство. Это родительская забота. Даже ценой своей жизни родители защищают своих людей. Такая сила – это любви. То есть видите, она изначально божественна, поэтому так могущественна. Супружеская раса – это всепоглощающая любовь. Ее трудно объяснить. Но это означает, что даже мельчайшие вещи имеют огромное значение в этих отношениях. Движение бровями. Понимаете? Понимаете? Я конечно понимаю. Голкий глаз, улыбки, всякие там что-то движения, знаки, настроения. Столько вкусов в этих отношениях. Супружеская любовь вмещает в себя все. И доброту нейтралитета, и активное служение, и дружбу, и родительское покровительство. Но еще нечто, что обогащает и делается все поглощающие. Полностью думаете только об этом объекте любви. Все подчиняется только этим отношениям. Это любовь к Богу. Все, что вы видите, связанное с Богом. Это факт. Все подчиняется этим отношениям. Это означает, что если вы обрели любовь к Богу, хотя бы начинаете ее обретать, уже весь окружающий мир начинает с вами сотрудничать. Воля-неволя. Вам не нужно будет больше в жизни толкаться локтями. Бороться за превосходство, для выживания, нет никакой необходимости. Все приходит само, по себе, в нужное время. Так люди думают. На веки все вместе. На все, да. Тоже так думают. Любовь могущественно пронизывает все формы жизни. Нисходя из духовного мира. Вот здесь у нас духовный мир. А здесь река Гераджа, которая разделяет духовную и материальную следу. Река желаний. И вот в этих материальных желаниях духовная реальность искажается, приобретает другие оттенки. Временное служение. Временная дружба. Временные родители и дети. Временные супруги. Это доставляет нам беспокойство. И самое большое беспокойство заставляет супружеская любовь. В этом мире самая лучшая любовь – это нейтралитет и служение. Если мы примем нейтралитет, я объясню, что такое нейтралитет. Согласно трём гунда материальной природы, нужно по-разному относиться к разным проявлениям, качествам этого мира. Всегда отвергайте невежество. Ну такое, как злопамятство, обиды, депрессии. Нежелание ничего делать – отвергайте это любые формы невежества. Нежелание знать, отсутствие знаний. Не миритесь этим. Давайте знания, посвящайте друг друга. Учитесь всю жизнь. А вот в страсти нужно быть нейтральным. Это богатство этого мира, или красота чья-то, или бедность. Нужно быть к этому нейтральным, спокойным. Обычно, когда мужчина видит красивую женщину, он начинает беспокоиться и думает, что же делать. А ничего делать не нужно. Нужно быть спокойным, равновешным. Нейтральным нужно быть. Видим богатого человека, тоже думают, что же делать. Ничего делать не нужно. Занимайтесь своими делами спокойно. То есть к страсти нужно быть нейтральным, невежество отвергать, ну а знание, добродетель, мудрость принимать. Вот называется нейтралитет. Принимаем благость, саттву, нейтральное, к страсти отвергаем невежество. Итак, это исходит из Божественного мира все эти расы. Это любовь личностная. Дерховная личность – это высший объект познания и любви. Форма Кришны, Его качества и игры являются высшим объектом медитации, которые открываются при помощи трансцендентных звуков Его имени. Почему Кришна дается в Бхагавата Пуране имя? Там много имен. У Бога безграничное множество имен. Но если вы хотите иметь близкие отношения, то произнесите Кришна. Не забывайте Кришну никогда. Не позволяйте, чтобы вы забыли об этом имени. Это самая могучная форма взаимоотношений. Кришна означает все привлекающие, близкое существо, родное существо. Объект, высочайший любви. Это очень-очень далеко. И самый близкий к нему. Итак, если вы хотите лично обратиться к Нему, близких отношений хотите называть Его Кришна. Если нет, можно назвать Творцом, Судьей. Это другое расстояние уже. Но тоже объект тот же самый. Также можно видеть Его как справедливого, милосердного, прощающего. Все эти имена существуют. 99 имена Аллаха есть, например, в Коране. Но говорится, что есть и сотое имя. И тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Вот удивительно. Так что думайте о сотом имени. Это важно, потому что в имени Бога есть все. Это же абсолютный принцип. И форма, и имя, и качество, и функции. Вот эти четыре характеристики. Скажите, какая из них самая емкая, самая могущественная? Форма, что наилучшим образом описывает объект. Форма, или функции, или качество, или название. Стол, как его описать? Прямоугольный, на ножках. Но много других прямоугольных вещей. Скажите, как собака описывается? Четыре ноги, хвост, два уха. Хорошо. Вы пошли на улицу, выходит, там лошадь идет. Подумайте, какая большая собака. Четыре ноги, голова, два уха, хвост. То есть форма, она не так уж полно описывает объект. Но если вы говорите слово лошадь, в этом слове есть все породы лошадей. Если вы говорите слово стол, есть все виды столов. И круглые, и треугольные, и квадратные, и какие угодно. Если вы говорите дом, в этом слове есть все виды домов. Так что звук, который наиболее самое наиболее емкое, емкое хранилище информации. И по звуку передается знание, где. Шабда, аватар. Аватар в звуки переносит. То есть духовный трансцендентный звук. В начале было слово, и слово было Богом. Помните? То есть все со звука начинается. И звуком все заканчивается, сворачивается. То есть животворящие звуки. Как мы говорим, вот структированная вода. Слышали, да? Вода разная, бывает структур. Формула та же самая, структура разная. Она, вот, бывает, живая, мертвая, хлебная, разные структуры имеют. А чем она структурируется? Звуком. Если повторяете, Кришна, 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 в вашем теле 90% воды структурируется при помощи этого звука. Можете попробовать? Ради эксперимента. Если я предлагаю в залах этот эксперимент, если кто-то хочет, завтра утром поднимайтесь пораньше, делайте полное омовение, полное омовение. Одевайте чистые одежды. И повторяйте примерно 15-20 минут, сколько можно, или полчаса даже. Хари Кришна мантру. Негромко, чтобы вы слышали. Медитировать эти звуки. Горей, Кришна, Горей, Кришна, 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 Делайте так, а потом расскажите, что у вас было в течение дня, хорошо? Мы уже делали такие опросы, уже делали такие эксперименты. Вы глазам ушам себе не поверите, как в следующий день вы проживете по закону везения. Просто попытайтесь. Это уже теория, но тут уже речь идет о практике. В этот железный век вражды и ненависти для достижения самоосознания нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме восхивания святых имен Бога. В наш век Кали дается мантра-медитация. Эту мантру можно петь или повторять. Мы это делаем в семье уже 25 лет со своей женой и дочерью. Поэтому я полагаюсь на свой опыт, как это хорошо для того, чтобы поддерживать духовные отношения. Например, приведем аналогию. Мужчина и женщина держат вкус отношений. Этот вкус основан на взаимном привлечении. Взаимное привлечение, и поэтому нам нравится быть вместе. Это связь. Сексуальная связь. Но, как мы сказали, постепенно это встречается в жизни супругов. Но когда вы вместе медитируете, возникает духовный совместный вкус. Вы чувствуете экстаз очищающий вместе. Вот эта связь никогда не присутствует. Вот ракета как запускается в космос. Там есть обычно три или больше ступеней. Помните, да? Первая ступень самая большая. Там много горючего, потому что нужно максимум энергии, чтобы оторвать ее от земли, разогнать ее. Большой выход энергии должен быть. Эта ступень должна отпасть. Зажигайте следующую ступень. Она тоже отпадает. И постепенно, постепенно, постепенно. Там уже наверху, где нет силы тяготения, сопротивления воздуха. Лишь небольшое количество энергии необходимо, чтобы менять направление, разгоняться и двигаться. Вот так для семейной жизни. Сначала нужна вот эта вот грубая энергия привлечения, сексуальная энергия. Она, как бы, сжигание этого двигателя включает этот мотор, на который мы сейчас поедем. А постепенно она выгорит. Вы это увидите. Нужно переключиться на более тонкие формы общения. И вплоть до духовных. Тут есть эмоциональная сторона, разумная сторона и духовная сторона. Духовную сторону нужно сразу включать в деятельность. С самого начала нужно знать об этом хотя бы теоретически. То есть образование нужно получить до брака обычно людей. Или в течение вот совместной жизни нужно успеть получить такое образование. Потому что мы видим, что мужчина, женщина проиграют без духовной жизни. Помните, мы говорили вчера, женщина сильнее мужчины? Девять раз. Или хотя бы два раза. Внутренние энергии сильнее они. А что это означает, мужчины? Подумайте. Что это для вас означает старости? Пока вы молодые сильные, вы держите женщину под контролем. Понятно. Физическая сила есть и решимость. А в старости женщина сильнее будет физически, чем мужчина. Она более вынослива, чем мужчина. На десять лет у нее сохраняются силы больше. Мужчина слабеет раньше. И что же с вами произойдет, дорогие мужчины? Будет в трудное положение. Очень сложно, я уверяю вас. Так говорят веды. Поэтому в пятьдесят лет говорится, когда закончены все материальные семейные обязанности, отстраняйтесь от семейных обязанностей. И с женой занимайтесь чисто духовной практикой. Дети взрослые, дочери замужем, хватит. Хватит лезть не в свое дело. Вам так и скажут. Хватит не портить ребенка. Не лезть не в свое дело. Помните? Ну и так жизнь встроена. Поэтому он говорит, уйди сам, пока тебя не выгнали. Острани с пенсионного возраста жизни. Помогай, но уже в большей нейтральной степени. Позволяй принимать решения им самим. Это их уже путь. Уступай дорогу. Отстраняйся немножко в сторону. И последние годы жизни проживи в полном отречении, в полном погружении в сознание Бога. Гарантируется прекрасное воплощение или полное освобождение из этого мира. То есть старики должны иметь эту возможность. Полностью погрузиться в духовную практику в конце своих дней. И тогда они рождаются хорошими детьми в нашем же обществе. Часто в наших же семьях. Ростники рождаются. Не знали об этом? Это же карма на многие жизни с нами. Более 50% наших отношений в этой жизни – это с прошлой жизни. Мы продолжаем. Примерно 50% новых мы завязываем. Но 50% мы продолжаем. Примерно так. Таким образом видеть вот этот способ избавления от кармы. Просто когда вы размышляете о Браман, Параматма, Бхагаван, темы неисчерпаемые, уже очищается ум и сердце и все остальное. И какая формула? Ишевайся и дам сорвам. Мне здесь ничего не принадлежит. Все принадлежит Богу. Все вы чисты. Если вы утверлились в этом сознании, вы абсолютно чисты, как лотос. Если лотос опустить в грязную воду, подержать там, вынуть, ни капли грязной воды на нем не останется. Это сознание называется «Васу Девы». Не пристает никакая грязь. То есть вы постоянно думаете о Боге. Ваше отвращение к невежеству, но к вам не приклеится никогда. Это чистое, это свобода от кармы. И вот семейная жизнь – это предназначено для очищения, где супруги помогают друг другу, ну, при помощи божественных сил. Потому что простить бывает иногда сложно, то, что мы делаем, правда же, друг от друга. Очень сложно. Я тебя после смерти найду, правда же? Очень сложно. Был один пример. Одна моя знакомая, она ушла много лет назад. Она была уже очень старенькая. Она занималась духовной практикой, поэтому я ее знаю хорошо. Она умирала в мучениях, болезненно. Поскольку у нее был рак, начались страшные боли. Она сильно кричала, даже обезболивающей. И одна ее подруга, тоже духовный человек, ухаживающий, и сказала, «Так, дорогая, вспомни, ты кому-то причинила большую боль. Ты не зря сейчас страдаешь. Должна вспомнить и просить прощения». И вдруг эта женщина вспомнила и стала говорить. «Да, ты права, так и есть». Я вышла замуж за человека, который был старше меня в два раза. У него дочь была моя ровесница. И вот этой дочери жизни не давала, она сказала. Я ей достал столько боли на правах мачехи. Я так злоупотреблял своим положением. Видимо, теперь я так страдаю. «Ну, так прохи прощения, а где же ее найду теперь?» Сказала эта женщина. Прошло столько лет уже. Муж давно умер. И в этот же день звонок по телефону. Дочь звонит. Тридцать лет не виделись, представьте, больше. Как-то еще узнала мой телефон и прочее. Она очень удивилась. «Как живешь?» и прочее. «Да, вот я умираю на самом деле. И что я хочу? Я, если хочу, попросите прощения за всю ту боль, которую я доставил. Ну, прости меня. Дай мне возможность умереть спокойно. Я тебя от всего сердца прошу. Прости меня». И тут слезы начались, истерики. На той стороне она говорит, да, какая проблема. Давно уже все просила. Умирает спокойно все. Земля тебя пухом там, благословением. В этот же день все боли уходят. Никогда не возвращаются. И она спокойно умирает. Это был пример из моей практики. Пожалуйста, поверьте в законы кармы. И пожалуйста, поверьте все в законодателя. Есть милость, есть амнистия. И законы милости не выше кармы. Закон кармы не высший закон. А вот сводовыборов выше этого всего. Поэтому очень хорошо, когда люди в семье, мужчина и женщина, могут признаваться в своих ошибках и исправлять свои ошибки. Это уже святая жизнь. Не думайте, что святы не ошибаются. Глупости все это. Никто не является совершенным в этом мире. Мы должны знать, кто совершенен. Вот все, что в нас требуется. И признать это. То есть нужно признавать свои ошибки и несовершенства. И пытаться изменить свои пороки, освободиться от них. Это главная линия наших семейных династий. Так наши поколения будут становиться лучше, лучше и лучше. Основясь на нашем примере. Идеальную жизнь в кавычках можно поражить только при помощи скрытности. Скрывать свои недостатки. Это не рекомендуется. Нужно быть прямым, простым и открытым. Честно. Но признавая ошибки, нужно их исправлять. И повинную голову меч не сечет. Видите, какой закон. Если мы совершаем какой-то великий поступок и всем рассказываем об этом, мы уже получили плоды своего поступка. Все. Все рассчитались. Если лежим при себе, получаем духовный плод. Вот важный момент. Бескорыстная деятельность не должна рекламироваться. Не рекламируйте, что вы великий врач. Не рекламируйте, что у вас есть духовные знания. Никогда не рекламируйте гуну благости. Это ложь. Не нужно рекламировать молоко. Не нужно рекламировать хлеб. А все, какое гадость, нужно рекламировать, конечно же. Поэтому настоящие вещи рекламировать не нужно. Добро не рекламируется. Добро должно быть просто хорошо организовано. Сейчас в мире хорошо организована жадность. Потрясающим образом целой корпорации существует. А вот добро не организовано. Вот поэтому мы хотим, чтобы это знание распространялось. Не то, что думаете, что один его распространит. Мы все это сможем только сделать. Сейчас другое время. Сейчас не будет такого лидера, который вот как Ленин возьмет всех объединить, знаете, революцию строит и наконец все перевернет в обществе. Нет. Мы должны сами воспринять это знание. Научить других. И таким образом все эти глобальные проекты рухнут на наших глазах. Потому что поддержки им не будет. Не курите, не пейте, не покупайте эту гадость. И что они будут делать с экономикой. Они вынуждены будут менять экономику. И тогда вернутся все к земле и корове. Как дает нам природа божественная. Земля никогда не встречается, если есть корова. Химикаты нам не нужны. Грязная вода нам с точной канавы не нужны. Злые люди не нужны. Оружие нам столько не нужно. Нам ничего не нужно, кроме любви на самом деле. И семья этому учит. Это первый шаг в эту школу. Научиться жить счастливой жизнью в семье. И передать это понимание. А потом сможем понять, что только большая семья. Сначала маленькая семья, а потом сможем понять, что только большая семья. Семья Бога. На это уйдет какое-то время. Поэтому, конечно же, это путь жертвы. И если уж у нас такая карма, такая судьба, то пример такой. Я упал, он в том углу. Но подняться-то я хочу вот здесь на сцене. Это возможно? Нет. Откуда упал? А тут и поднимайся. Вот у нас есть свое положение, вот с него мы должны начать свой прогресс. Не с чужого уровня, а со своего уровня. Это будет правильно, это и будет полезно для нас. Значит, те обстоятельства, в которых мы находимся, вот именно с этим уровнем мы должны подниматься. Вкладывать в нашу семейную жизнь любовь, смысл, знания какие-то. В деятельность вкладывать любовь, знания, смысл какой-то. И так все станет ценным. Карма, просто карма, это кусок железа по ценности. Такое сравнение. Но мы хотим что-то изменить? Конечно, хотим. Зачем на это железо нужно? Нам нужно золото. А золото – это духовная жизнь. Тогда мы расплавляем это железо, нашу карму, разогреваем его, это медитация. То есть ум начинает двигаться, пран начинает двигаться, жизненные силы, активизируем все изнутри и вливаем туда расплавленное золото. Что будет происходить? Объем будет увеличиваться, верно? Но количество железа не будет увеличиваться. Оно шнется прежним. Карма не изменится, как бы. Но при определенном увеличении объема вещь признается золотой. Никто там железо уже больше не заметит. Вот так мы меняем свою судьбу. Удивительно. Она вроде бы меняется, и не меняется, карма. Вот ее как бы можно изменить. С другой стороны, она как бы остается. Но качество жизни полностью меняется. Я приведу эту притчу, историю об одном человеке. Вернее, речь идет о трех близких друзьях. Это был сын царя один, другой сын министра, третий сын казначея. С детства они жили при дворе. И росли как родные братья. Они были настолько привязаны друг к другу, что родственники родителей забеспокоились, когда они подросли. И царь позвал своего сына и сказал, подожди, подожди. Дружба это хорошо, да, братство хорошо, но ты же будущий царь. Ты не должен допускать такие фамильярности. Это сын министра, это сын казначея. Все нужно же различать. Ты же когда-то будешь управлять страной. Тут уже неуместна такая тесная дружба. Я тебя предупреждаю. Сын министра тоже позвал своего сынка. Будь осторожен. Это сын царя, это сын казначея, ты взрослеешь. И все получили такие наставления и сильно расстроились. Потому что ценили только дружбу, больше ничего. Так они любили братской любовью друг друга. Они подумали, а что мы слушали своих родителей вообще? Разве мы не свободные люди? Мы уже почти взрослые. Может быть нам сейчас бежать из дома, а? А можно им какое-то свое дело открыть? А вот только деньги, если бы были бы, а? Если бы были деньги, мы бы открыли бы свое дело, вместе бы сюда жили бы и никогда бы не разлучались. Зачем мне этот царь? Зачем мне это казначество? Зачем это министерство? Дружба нужна. Да, а где же такие деньги? Нужны тогда деньги, средства? И сын казначеев вспомнил. Он говорит, я знаю одну вещь. Вот там в джунглях, вон там за горизонтом, иногда ходят очень смелые люди. Это очень опасное место. Там реки страшные с крокодилами, там джунгли с фиграми. И там дальше есть гора. Очень ценности много там. Там-то много драгоценных камней, рубинов. Рубины находят там, иногда алмазы. Если мы пройдем туда, так вот смело поступим, наберем этих сокровищ, мы сможем открыть свое дело и быть мягким всю жизнь. О, хорошие идеи, подумали эти молодые люди, они же смелые. Пойдем и сбежали с дома. Пересекали джунгли, реки с крокодилами. Особенно опасным там было племя воинственное диких людей с кровожадным вождем. И они увидели, три человека продвигаются к этой горе. Полных сокровищ. И там множество змеев очень опасных. Они говорят, очень хорошо, пропустите, обратно мы все возьмем. Такой был план этого главаря. Их пропустили беспрепятственно. Они нашли много драгоценных камней. Каждому повезло. Они разлили в разные стороны. Нашли. Обрадовались. Показали друг другу. Да, но как мы это все пронесем обратно? Спросил сын министра. Вы видели это племя? Они же не глупцы. Вы думаете, нас случайно пропустили так просто на эту гору? Да они нас просто выпотрошат. Они же не дадут с собой унести все это. Как быть? Сын царя подумал, ну как? Давайте проглотим все это. Ничего не нашли, ничего нет. О, блестящая идея. Проглотили все эти ценности и пошли обратно. Но все это, как они пришли на гору. Как разошлись в поисках. Как нашли драгоценности. И как проглотили. Видел один бандит. Вор рецидивист, который прятался там от наказания. Подумал, легкая добыча. У этих троих такие несмертные богатства. Я присоединюсь сейчас к ним в путешествии. По-дружески. А ночью пережу глобки и приобрету все, что мне нужно. И вот на дороге встретился человек незнакомый. Сказал, я тут заблудился, вы куда идете? Мы в жемче царства. А я туда же. Возьмите меня. Конечно. И они пошли вместе четверо. Не подозревая об опасности. Но тут племя. Кровожадное, страшное, дикое племя с вождем. У этого вождя была птица. Очень необычная попугай. Особенность попугая была в том, что он всегда говорил только правду. Понимаете? Сейчас никогда не лгал. Обычно попугая говорят непонятно что. Но этот говорил только правду. Мистическая птица. И когда он был в окно проходящих четверых, он сказал у этих людей огромные деньги, огромные деньги, огромные деньги. А, сюда их, сюда. Этот вождь сказал. Я знаю, что у вас есть драгоценности. Я хозяин этих мест. Вы должны отдать все мне. А потом идите куда хотите. Дарю вам жизнь. А они уже знали, как все вести. Мы по-русски не понимаем. И говорят. Извиняемся. Мы просто тут гуляем. Вообще мы ничего не понимаем, что вы хотите. Так, 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 так. Обыскать. Все вывернуть. Турбана размотать. Ничего нет. Странно, подумал царь. Впервые в жизни попугая солгал вообще. Ну, ладно. Идите сюда с миром. Огромные деньги, огромные деньги. Так, 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 так. Назад. Я понял. Вы проглотили эти сокровища. Признавайтесь сейчас. Выбирайте жизнь или кошелек. По-русски не понимаем, ничего не знаем. Гуляем. Так, даем один шанс. За эту ночь я вас закрываю. Если к утру не вернете добровольно. Зарежем. Вы потрошим. Думайте. И закрылись на ночь в тюрьме. И вор сидел, думал. Как еще попал в эту историю? С ним это все ясно. Но я-то как оказался. Что за карма у меня такая вообще? У меня драгоценности нет вообще. Я влип просто в эту историю. Все мои планы рухнули. Все, вдруг перевернулось по-другому в моей жизни. И теперь я сам жертва. Я только что был как бы на грани удачи и счастья материальные. Вдруг раз, все потерял. И жизнь на волске висит. Он был очень умный человек этот ворок. Он знал о реинкарнации и законах кармы. Но вы не до сих пор любой мошенник знает об этом. Даже мошенники знают, как правильно воровать. Чтобы не ухудшить свою карму. Вот здесь они еще не знают этого. А там знают. То есть Папа Пуня называется. Как они? Уравновеждают еще грехи. Они еще потом делают какое-то благочестие обязательно. Знаете, да? Об этом. И тогда вор думал всю ночь. На утро их вывели. Итак, вы готовы умереть? Спросил ворец. Или вернуть драгоценности? Они стояли на своем. Ничего не понимаем. Ничего не знаем. Хорошо. Пришли вооруженные солдаты. Тут вышел вперед вор. Дорогой господин сказал. Это мои братья. Все удивились. Что он хочет сказать? Это мои кровные братья. И я не смогу увидеть их в смерти. Я тебя прошу, убей меня первым. Боже, что такое? Все переглядывались. Что он говорит? Ну хорошо, если ты хочешь убить его. Мгновенно вспороли ему живот. Вы потрошили. Пусто. Боже мой, проклятый попугай. Я взял грех на душу. Плохая карма. Пошел там попугай, открутил голову вообще. Выбросил. И идите, все, уходите. Я извиняюсь. Эти трое друзья подумали, что за чудо. Какой-то человек на дороге попался непонятный. Спас им жизнь. Отдал свою. Какой-то святой должно быть. Они вернулись в город. Они сделали все, что хотели. Они стали богатыми. Они жили вместе. Но на первые деньги, а прибыли, они построили золотой памятник этому вору, как святому. Одна жертва может измениться на чужую жизнь. Одна жертва. А можем ли мы пожертвовать хотя бы чем-то небольшим для близких людей? Уступить хотя бы в чем-то. Нужно учиться этому. Вот это все делает жизнь освященной, чистой. Вот это тенденция. Отдавать, а не брать. Есть другая история, которую я видел однажды в Фитиле. Знаете, раньше, когда кино показывали в кинотеатрах, показывали, я знаю, какой-то киножурнал какой-нибудь там. Фитиль. Все любили. Фитиль. Все радовались. Вот в Фитиле хорошо. И там мультфильм показывали об одной свадьбе. Свадьба, молодожены там. И вот первая братья ночь у них. Лежат они в кровати. Утром невеста просыпается, жениха нет. Нету. Пропал жених. И слышит там на кухне что-то. Какой-то шум. Он там. И тут дверь открывается. Он выходит в пижаме, с подносом там, и кофе, и завтрак. Все. И в постель ей несет. Удивляется. Вот это да. Это все мне, для меня. Он ей в руки дает. Ложится рядом. Говорит, нравится? Очень нравится, дорогой. Я не знал, что не так любишь. Берет у нее подносок к себе и говорит, будешь так делать каждое утро теперь. Вот оно и настроение молодых людей. То есть, ты мой слуга. Знаете, есть такая мантра, которая поработит любого. Сейчас скажу. Но это только для Петербурга. Никому не распространяйте, хорошо? Если вы эту мантру скажете кому-то на ухо, он станет вашим слугой. Потеряет волю. Сейчас произнесу. Слушайте внимательно. Может слушать правым ухом. Я тебя люблю. И все. Это мантра, подчиняющая нашу волю. Начинает верить в это. И станет со слугой. И они говорят, а я тебя тоже люблю. Потому что не договариваются. Видите, как что за этим стоит. Бывает. То есть, такая любовь быстро развалится. То есть, пока мы приятны, пока мы удовлетворяем чувство друг в другом. А когда только не удовлетворяем, все кончается. Поэтому, пожалуйста, думайте об абсолютно исключающей. Каждый день. Утро для дхармы, для религии и медитации. День для артхи, для деятельности, зарабатывания денег. А вечер для камы приятного при непровождении с близкими и друзьями. Дхарма, артха, кама. Каждый день. Отрегулирована. Утром медитация. День. Деятельность. Вечер. Хороший отдых и общение. Если эти три вещи всегда у вас есть, будете прогрессировать полноценно во всех трех направлениях. Если просыпаешь сразу же артха на работу, то дхарма останется там, где вы ее оставили 20 лет назад. Понимаете? Она останется там. Она не пойдет за нами. Потому что мы ей внимание не уделяли. Нужно все делать каждый день. С утра. Медитация. Как умываться. Ум тоже нужно обыть. Повторяйте либо Харе Кришна мантру, либо слог Ом, либо близкую для вас молитву. Это уже ваш выбор. Я опираюсь на свой опыт, говорю, что вот так хорошо. Но вы тоже можете сделать свой выбор. Но делайте это. Искренне. От всего сердца. От всего сердца. И большой любовью. Старайтесь. Любви много у нас в сердце. Огромное количество любви к самому себе. Правда же? Ну хоть чуть-чуть нужно отдавать и учиться. Вот таким образом. Я говорю очень серьезно, что знаю, что я говорю. Не думайте, что вы это уже делаете. Не будьте в иллюзии. Делайте больше и больше в этом направлении. Не останавливайтесь. Это принесет счастье. Везде и во всем. Конечно, есть проблемы. Кто-то всеми делает, кто-то не делает. А? Вот это проблема может быть. Но хотя бы вы должны уважать этот выбор. Не быть агрессивными. Уже можно жить хорошо в мире. Уважение – это минимум. Если ваш близкий не уважает в принципе ваши духовные стремления, то можно посочувствовать. Это проблема. То есть это на самом деле не ваш партнер. Если он не уважает вас как личность. Поэтому нужно научиться уважать этот духовный выбор. Поддерживать. Если даже я чему-то не могу следовать. Я уважаю тех, кто следует. Это правильно. Это разумно. Так, спасибо большое. Будут ли вопросы сегодня? Почему, когда я стал читать Маха-мантру, у меня стала болеть голова? Мне происходит странное изменение реальности. Состояние, похожее на смешение сна и реального мира. Когда мы повторяем Маха-мантру или медитируем, необходимо утвердиться в благости. Как это иногда называют йоги. Расслабьтесь сначала. Снимите все напряжения. Если вы в напряжении начнете медитировать, у вас треснет пополам ваше сознание. То есть напряжение не применяется. Релаксация должна быть. То есть какая-то непривязанность. Не давите, когда повторите мантру, не ожидайте какого-то быстрого результата. Умиротворитесь. Повторите, сколько хотите усилий таких внешних. Как вы дышите воздухом? Вы должны успокоиться, наоборот, в результате. Повторите без напряжения и давления этот процесс. То есть головная боль, значит, напряжение ума. Не напрягайте его. Мыслить нужно свободно учиться. Я приведу пример. Когда я учился в художественном заведении, я по образованию художника, в нашей группе творческой случились проблемы. Был упадок полный творческий. Мы стали очень плохо работать, потеряли энтузиазм, все хуже и хуже. С нашей группой уже не знали, что делать старшие. И пригласили одного человека, который спас лично мою творческую жизнь, и не только мою. Очень талантливый человек, известный в Приморье. Я надеюсь, что он жив до сих пор. Я видел его два года назад. Мой первый учитель. И он подошел ко мне, посмотрел, что я делаю, сказал, тебе нравится? В Перуе меня спрашивал, вот он педагог. Обычно мы спрашивали, вам нравится? Он говорит, да или нет. Тут он мне спрашивал, тебе нравится? Я посмотрю, я говорю, нет. Терпеть не могу. А зачем так делаешь? Да, что же делать, есть программа, есть какие-то установки, должен следовать и прочее. Я вот не должен делать то, что я чувствую. То есть под напряжением мы это делали, это стало уже отвратительно все. Требования, напряжение, требования, напряжение, обязанности, обязанности вот так, рамки вот делать, не выступая сюда, то-то-то, вот дисциплина. Он говорит, так, он увидел всю эту проблему в группе. Теперь, говорит, я вас отпускаю сейчас на один час. Идите куда хотите в течение часа. И ищите предмет, любой на улице, который вам понравится. Хоть что. Старая этикетка, кусочек отломанной коры, камень, лист с дерева или желтый старый лист. Все, что хотите. И приносите сюда. Ну ладно, мы пошли, как бараны просто. Ну задание такое, дисциплина такая, мы пошли. Я увидел кусочек коры, вдруг мне понравился, я вот там пробковое дерево растет на Дальнем Востоке, я его так вот, оно отламывается, и оно очень красивую текстуру имеет. Я принес кусочек горы с большим стыдом вообще. Я не знаю, что здесь мне показать кусочек коры, что ты добавишь. Говорит, понравилось мне. Но он к этому относится очень серьезно. Взял ему кусочек коры, когда до меня очередь дошла. Сказал, посмотри, какие линии, какая пластика, какое сочетание цвета. Встал показывать мне, рассказывая все о этом внимательно, без всякого напряжения. Просто говорит, что там есть и как это есть, прижой. Это красиво было, на самом деле. Это удивительно было. Ну, а теперь ты должен делать композицию о своем впечатлении, используя этот ритм, этот цвет, эти линии. И все, что мы сделали, было удивительно. В один день мы все изданились. Стали заниматься медитацией. Зашло до того, что мы брали кусочек камни и видели космос. Отражение космических законов. Представьте, это медитация. Потом посмотрел на икону и подумал, боже мой, так это как раз то же самое, что он нам говорил. Это же медитация, это не просто произведение искусств, это не какие-то рамки, каноны. Это медитация. Все великие вещи сделаны с таким глубоким медитативным вниманием. Это маха-мантра. Харе Кришна. Слушайте просто его. Харе Кришна. Харе Кришна. Просто слово не слушайте. Не надо о чем думать. Ни напряжение. Не ждите ничего. И вы увидите, как это красиво. Как это музыкально. Вся музыка исходит из этой вибрации. Вся музыка есть там. Крия-шакти. Когда просто гопи видит форму Кришны, как она изгибается в его форму, так стоит. Он играющий бог. Он заигрывающий. Буквально он заигрывается в своем окружении. Он вовлекается в какие-то игры. Он шутит с ними. Он любит их. Как только они видят его форму, звуки флейты попадают им в уши. Это выражается в том, что они начинают прекрасный танец спонтанный. Они умеют рисовать, складывать стихи, украшаться, наряжаться. Все виды искусства исходят оттуда. О том, что прикосновение этого звука трансцендентного. И веды говорят, что этот трансцендентный звук имени бога пронизует все миры. Везде он. Просто нужно его услышать. То есть маха-мантра. Значит, маха – это великая мантра. Ведь мантр очень много. Их 16 миллионов в ведах. Мантр очень много. Но маха-мантра одна. Поэтому есть как бы техника, есть некоторые законы, как правильно медитировать. Научить расслабляться. Умертворяться утром. Просто потому, что есть покой. Рано утром. Все еще спят. Вы уже поднялись. Где и как найти хорошую жену? Я не знаю, что вам пошлет судьба. То, что вы считаете хорошей, может быть, вам и не подойдет на самом деле. На самом деле все же считают, что это хорошая жена. Кто бы женился, да, на плохой. Все так думают. Как два шахматиста. Один делает правильный ход. Другой делает тоже правильный ход. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Вот так в жизни. Кто скажет, хорошие ты или же нехорошие? Вот интересный был пример Сашила Прабхупада, который дал ему эти книги. Это знания он привез в западный мир. Первый вот так вот подробно раскрыл все. В принципе, в книгах основывается много-много учений интересных. И мои вот эти знания тоже подчеркнуты именно оттуда. Оттуда их просто развиваю в определенном контексте, ракурсе. Но знания все оттуда. И в его жизни было так, что когда он родился, его отец сразу пригласил астролога. Он в Калькуте родился в 1896 году. И отец пригласил астролога. Астролог сказал, посчитал карту и сказал, это у вас будет монах в отречении будущем. 70 лет на тренинг Саньясу. И при этом будет очень богатый. Я не знаю, как это считается вообще. Но в гороскопе есть богатство и отречение одновременно. Что хотите, то и делайте со мной. Но тут я уже два раза проверял. Будет богатый, при этом будет отреченный. Такого же не бывает. Отреченный, значит, нищий. А тут богатый. Ну, я все сказал, думайте сами. Но и отец, его отец, он знал, что нужно его воспитывать уже как Саньяси этого ребенка. Это дано ему. Он стал учить его медитации с детства. Общаться с божествами, священные тексты. Искал для него гуру. И не мог найти долгое время. Очень сложно было найти гуру, как он хотел. И в конце концов пришло время, когда ребенок подрос, и время женитьбы наступает. И ему понравилась одна девушка. Очень сильно. Очень сильно нравится девушка. Он говорит, папа, если жениться, то я хотел бы вот на этой девушке жениться. Папа ему говорит, дорогой сын, послушай меня. Я понимаю чувства, любовь. Но в будущем ты приняешься на неясу. Ты отречешься от мира. А если ты женишься на этой девушке, она очень красивая, и ты к ней сильно перевожешься. Это будет трудно приняться на неясу. А вот та вообще тебе не нравится, правда? Вот если ты женишься на неясу, будет легко приняться на неясу. Женись лучше на этой. Как вы думаете, что сказал этот мальчик в ответ отцу? Ну, представьте, вы любите кого-то. Он говорит, вот ты женишь на той, которая тебе не нравится. Он сказал отцу, ты правильно, разумно говоришь. Я так и сделаю. Я так и сделаю. В то время, если он что-то принял в саньяцу, его движение стало очень богатым, всемирным. Но это не его были деньги. Деньги все отдал движению. Остался причем. Но движение сделал успешным, богатым. Вот такова судьба. Значит, измеряйте, пожалуйста, свою жену с целью жизни. Мужчине повезло, если у него есть хорошая жена и истинный духовный учитель. Если кого-то одного нет, будет трудно. Итак, жена должна подчиниться высшему принципу. Мы не успеем ответить на чьи вопросы. Хорошая жена также. Это жена, которая понимает сердце мужа. Если он понимает сердце мужа, она становится такой, какой необходима для него. Женщина умеет это делать. По своей природе. Самому длинную. Это очень хорошая жена. В ведах, что считается браком? Узаконенный в ЗАГСе или закрепленный на небесах. Закрепленный на небесах означает, тоже есть какой-то ритуал, как вот сейчас в ЗАГС мы идем, это ритуал определенный. Документы, подписи, обещания, свидетели. Это ритуал, трансформированный в современном мире. Изначально это был духовный ритуал. Перед Богом, перед старшими, перед священником давались обещания быть вместе и помогать друг другу, нести ответственность. И проводили день так, чтобы все это запомнили на всю жизнь. То есть праздник был. Чтобы запомнить самскара, впечатление стало на всю жизнь. Вот это свадьба называется. Сейчас, поскольку у нас эти два обряда отличаются, уже светский обряд и духовный обряд, скажем, в церкви венчают, или в ведической традиции существуют, также и в ЗАГС. Мы должны принять то и другое. То и другое. И ЗАГС, и освящение брака. И то и другое. Не пренебрегайте ни тем, ни другим. Есть одна проблема формальных отношений. Как мы видим, что гражданские браки, они несколько удачнее сейчас у людей. То есть они общаются лучше, как друзья, потому что там нет претензий друг к другу. Мы не муж и жена, на самом деле, мы друзья. Они акцентируют этот момент на дружбе. А когда фиксируются в ЗАГСе, возникает положение мужа и жены. Как бы они начинают требовательно относиться друг к другу. И злоупотребляют этим положением. Жена злоупотребляет своим положением, а муж своим положением. И такие браки могут быть труднее, сложнее вообще. Но говорится, что нужно и узаканивать отношения, и в тот же время нужно научиться дружить. Совместить два этих фактора. Это лучше всего. Потому что гражданский брак, все же он скрывает какое-то недоверие. За этим скрывается определенное. Это все еще не полное отношение. Дочь 7-8 лет болезненно реагирует на контакт с незнакомыми людьми. Врач, продавец, ребенок на площадке и так далее. Возникает агрессия, злость. Это недоверие называется. Недоверие. Сейчас это распространяется практически в каждого человека почти чуть ли не с рождения. Недоверие. В прошлом, в нашей культуре, в старороссийской, еще даже в советские времена, у нас было больше, конечно, доверия. Я вырос на Дальнем Востоке, на Севере. И там люди очень-очень доверяли друг другу. Помогали друг другу. В суровом климате, на Севере. Там как раз на доверии основывались. Сейчас главная проблема отношений в браке, что муж и жена не доверяют друг другу. Или не доверяют еще чужим людям, так называемым. Чужим людям. Мы все более и более замыкаемся и отчуждаемся в этой культуре. Когда я был ребенком, я уходил из дома. И записку вставлял на двери. Мама, крыша под ковриком. И уходил. Как в анекдоте. А иногда вообще дверь не закрывали. Вот такая была деревянная, вот такая вот шатающая дырь, с такой щелью. Вот можно было там гвоздем открыть вообще в квартиру. И мы не видели проблему, не боялись ничего. Но сейчас, посмотрите, в том же городе, где я жил, железные засовы по всему периметру, за глазком и решетки на окнах кругом. Это процесс отчуждения идет. Мы все более и более чужие, все более и более недоверчивые, все более и более боимся общаться друг с другом. То есть нужно как-то обратный процесс начинать. Вот я помню, мне было лет, может быть, 12-13, и день рождения, это 1 марта, Масленица в городе всегда была. Совпадалось с днем рождения. Масленица – это праздник весны. Знаете, может быть, да, там столб стоит с петухом, там тройки конные ездят по городу, сани эти вот снежные на снегу, там ряженые такие бабы и мужики, там блины готовят, там по всему городу праздник, смех, песни. Все выходили на улицу и общались. А потом появился ящик. Одноглазый гуру, знаете, кто такой? Телевизор. И все кончилось. Люди перестали общаться. Сейчас такая культура, виртуальная реальность и все. Трава листья пропадает. И вот такие дети – это уже продукт цивилизации. Никому не доверяют. Что делать? Я скажу, что делать. Я даже не сказал, я только диагноз поставил, лекарство мне не прописал. Дом, семья – очень хорошо. Но это замкнутое пространство, согласны. Гриха – это дом, семья. Также грих означает замкнутый ум, связанное. Какой-то четыре стены, и ум становится такой же. Там уже все чужое, плохое. К этому раз в неделю открываете двери. В гости, заходите, пир с горой. Читаете Священное Писание, медитируете, поете, танцуете, но без водки. Хорошо? Освященная пища имеется в виду. И хорошую, каждую неделю. А вообще в Ведах написано, в древних книгах, что семейный человек, прежде чем пообедать, вот обед приготовили, прежде чем сесть за стол, он выходит на улицу. На улицу выходит. Вот так вот руки складывает, вот так вот, и кричит громко. Кто голоден, заходи, пища готова. Не шепотом. А во весь голос, трижды, трижды, чтобы все его слышали. Здесь все перепугаются до смерти, если мы такое начнем делать, правда же? А вот в Средней Азии я оттуда уже приехал, Алматы, Ташкент. Нет, это вполне нормально в той культуре. Можете громко говорить, закричать. Заходи, кто хочет. Пир, у меня сегодня праздник. Заходи, любой, с дороги, с улицы, пожалуйста, заходи туда. И люди поймут, нормально. До сих пор еще, если в каком-то ауле человек строит дом, себе, скажем, из глины вот этой вот, из самана, и другой проходит через его аул, мимо, он не пройдет мимо. Он остановится там и день хотя бы с ним поработает, а потом пойдет дальше. Это законы отношений между семейными людьми. Иначе будет расти зависть. Зависть страшная вещь для сменных людей. Недоверие, замкнутость, решетки, глазки. Зону вверх, вздрагивайте, кто пришел, зачем? Все дома, свои. Незваный гость, гость хуже татарина, не так ли? Или лучше татарина, я не знаю, как сказать. Потому что спорили лучше ему или хуже татарина. Если спор еще никак не закончился. А незваный гость, это представитель Бога, написано в ведах. Если гость переходит, вы не должны с ним спорить, вступать в конфликт. Если даже это ваш враг пришел, должен быть спокоен и спокойно спать в вашем доме. Это законы гостеприимства. Вот это семья называется. Культура семьи. Но гость в доме всего на три дня. На четвертом он должен уже работать. Занимайте его уже работой. Иначе вас будут эксплуатировать. Итак, гостеприимство должно быть регулярным. Тогда дети получат хорошее общение. Они учатся, не наблюдают разных людей. Вестеприимство в этой атмосфере. Доверие увеличивается. И разум тоже. Посоветуйте, пожалуйста, как вовлечь, заинтересовать мужчину визгской культурой, лекциями и другим. Не запрещает, но самому неинтересно. Я очень переживаю. От своей жены муж не примет наставлений. Он никогда не сможет принять его в роли гуру. Мужское ложнега не позволяет принимать наставления от женщины. А если мужчина принимает и полностью покорен, то это уже не мужчина. Называется танцующая собачка. В такой случае сахара может любой танец танцевать. Поскольку у женщины это приятные ощущения, он подчиняется. Это уже не мужчина. Потому что мужчина не должен быть подкаблучником. Понятно, что он имеет сумасшедшую честь, гордость. А вы жена, и вы хотите его чего-то научить. И вот трудность появляется. Что же делать? Да, жена не дает наставлений, но может задать вопросы. Правда? Дорогой, я вот послушал лекцию Тарсунова. Он говорит, что ты думаешь об этом? Вот какое твое мнение? Ну вот в таком духе. Я не знаю, вы же женщины должны знать, как это все лучше. То есть гибкий разум использовать. То есть не наставлять, но вот как-то так помогать. Подсовывать книжки так. Как бы так случайно, проходя мимо. Уронили книжку и забыли. Ну подумайте. У вас есть разум для этого. Женщины очень разумны в этом плане. В этом плане неразумнее мужчины. Но не давите, будьте терпеливы. И в духовной практике не забывайте о служении мужу. Чем больше вы становитесь на путь служения, тем больше вы будете внимательны к мужу. Тогда он оценит, скажет, о, это хорошая практика. Посмотрите, как она изменилась. Но раньше не была так внимательна. Раньше такой любви отношений у нас не было. Но если вы занимаетесь духовной практикой, про мужа вообще забываете, будет проблема, очень не обязательно. То есть тут, пожалуйста, будьте терпеливы. Вот пока этот этап ознакомления идет, люди имеют предрассудки всевозможные, предвзятые мнения, или средства массовой информации что-то искажают. Поэтому можно понять, что у всех мнения будут разные. Но при помощи смирения, терпения и развития знания, разума, можно все изменить. Когда мы начали практиковать вегетарианство 25 лет назад всей семьей, дочь у нас родилась уже в вегетарианской семье, представьте. Без мяса, рыбы и яиц. Всю жизнь. Вообще никогда не пробовала, не нюхала даже эти вещи. Родственники жены сказали, она умрет. Вы-то уже выросли, уже съели все свое, вам-то уже можно вообще на сухарях прожить, да, на воде. Но она же растет, формируется, нужен белок, нужны жиры, нужно то, нужно все, умрет. Мы вздалкивали иногда просто. И нас тоже пытались убедить, что не умрет, наоборот, будет хорошо. Но мы выдержали все это. Вот из-за этого мяса, помню, была целая война с родственниками. Мы там сбежали из дома однажды с женой, с ребенком, то были всякие проблемы. Потому что мясо – это целая революция в обществе. Прошло три года. Ее отец за столом, когда мать принесла мясо, ударил кулаком по столу вот так, аж чуть-чуть все не разорвали. Вот так вот. Что случилось? Убери с моих глаз это мясо. Никогда больше не приноси. Все. Человек осознал этот момент. Мы просто не понимаем, что мы едим. Мы думаем, что это пища. Это не пища. Это труп. Зверский, забитый на бойне. Зверским образом. Это вообще никакая не пища. Она нам не нужна. Мясо распространено за последние 200-300 лет с изобретением холодильника. Изначально христиане, никто никогда не ел мяса. Христос никогда не ел мяса. Ни один духовный люди никогда не ели мяса. Это просто была мода. Причем это извращенный вкус. Представьте, что в зубном кабинете вам сверлят зуб. Больно же? Но вы же доверяете врачу. Вы показываете, что вам больно. Вы терпите, потому что врач так понимает. Ваше больно страдает. Он старается делать как можно лучше, нежней. Открываете глаза, смотрите в лицо врачу. А ему нравится все это. Вы придете к такому врачу. Вы знаете, извращенный вкус. Как вы можете есть забитый труп и говорить, а вкусно, а? Правда? Как, тебе нравится? Да, очень нравится. Очень вкусно приготовленный. Ну, сами подумайте. Значит, нужно либо отупить до такой степени, но это уже извращенные вкусы. То есть мясо означает мамсо на санскрите. Я, ты. Сегодня я тебя, завтра ты меня съешь. Хорошо? Договорились? Хорошо. Карма. То есть мясо нет никакой необходимости. Это я говорю абсолютно с полной ответственностью на 100%. Говорю это беременным, говорю это детям, говорю это старикам во всех отношениях. И ничего не потеряете, если вы откажете от мяса. Но пища должна быть полноценная и освещенная. Используйте масло ги, топленое масло. Используйте зерно и бобы, рис, овощи, фрукты, молочные. То есть сотни, тысяч рецептов блюд, физической кулинарии. Очень здоровая пища. У вас будет революция в семье, если вы начнете так готовить. В хорошем смысле. Да, ваше вопрос. Это эмоциональная проблема, верно же. То есть проблемы нет на самом деле, но эмоционально это нужно пережить, конечно, если мать сильно беспокоится, она верит в мясо. Но мы это выдержали. Я вот знаю, что я бы делал в этом случае. Я думаю наоборот. Это же пройдет настроение у нее постепенное. И она увидит, что хорошо, что плохо. Это просто привычка. Нужно потерпеть, нужно потерпеть. Если деньги и богатство развращают ум человека, то зачем они даются? Как вознаграждение за хорошо прожитую жизнь? Хороший вопрос. Не всегда деньги развращают человека. Деньги хороший слуга, говорится, но плохой хозяин. Это вот как нож. Хороший он или плохой? Вот смотря в чьих руках. Так же и деньги. Вот как ими пользоваться? То есть не важно, как вы зарабатываете, сколько, а вот сколько вы тратите правильно денег. Как вы ими пользуетесь, вот что важно. Количество богатств может быть любое. Будете миллиардером, нет проблем, это же ваше желание. Кем хотите, тем и будьте. А вот как вы используете деньги, вот это великая ответственность наука. Как вы используете эти деньги? Шастры в священной книге предупреждают, что деньги и женщины нельзя использовать для чувственных наслаждений. Это для мужчин информация. Будьте осторожны. Деньги и женщины не используются для чувственных наслаждений. Нужно занимать служение Богу. Вот такие установки. Тогда будьте богатыми сколько хотите. Нет препятствий.